Привет! Если ты смотришь это видео, значит тебя волнует проблема фирменного звучания бочки в твоих миксах. В этом видео ты увидишь пошаговую инструкцию, как из всего лишь простого сэмпла без наслаивания сделать классную бочку. Хотелось бы сразу сказать, что для эффективной работы с инструментами, преимущественно находящимся в низкочастотном диапазоне, требуется правильное акустическое оформление помещения и большие и мощные акустические системы, способные качественно воспроизводить довольно низкие частоты. Кроме того, звучание бочки подвергается изменению на всем процессе создания музыкальной композиции, начиная от выбора подходящего сэмпла и заканчивая мастерингом. Для начала послушаем пример уже готового микса. Бочка звучит мягко и отчетливо, однако не выделяется над остальными инструментами микса. Чтобы бочка хорошо сидела в миксе, она должна быть в тональности композиции. Также требуется частотный баланс и неразрушенная излишней компрессии динамика микса. Вот звучание мультитрека без каких-либо действий над ним. Ну что ж, приступим. Первым делом следует убедиться, что бочка находится в фазе. Видно, что здесь бочка отстает и не находится строго по сетке, как обычно принято в электронной музыке. Послушаем еще раз. Можно заметить, что в любой части нашего микса бочка отстает на ту же самую величину. Поэтому если сместить первый сэмпл, то и остальные расположатся строго по сетке вслед за ним. Из-за такого смещения по фазе бочка плохо читается в миксе. Отсутствует определенный и четкий удар. В будущем мы поставим ее строго по сетке, а пока настроим бочку в тональность. Для изменения высоты тона воспользуемся плагином SoundShifter от Waves. Если опустить на полутон, то... Бочка стала лучше сочетаться с басом, а значит и с другими инструментами тоже. Как было... Подбирать высоту основного тона бочки лучше на слух, а показания спектрального анализатора использовать как помощь. Так как высота тона и частота не совсем одно и то же. Они совпадают, конечно, но только для чистого тона. А для комплексных звуков, типа музыкальных инструментов и вокала, субъективное восприятие высоты тона зависит от интенсивности звука, согласно закону Вебера-Фехнера. Не обязательно, чтобы высота тона бочки совпадала с тоникой вашей тональности. Достаточно, чтобы она совпадала с квинтой или с терцией, или с одной из ступеней тональности. Те, кто смотрит это видео в наушниках или на маленьких акустических системах, вряд ли услышат очень тонкие нюансы обработки звука, которые применяются здесь. А из совокупности таких мелочей и получается желаемый результат. Один из недостатков изменения высоты тона в реальном времени с помощью плагина SoundShift заключается в том, что результат со временем получается неодинаковым. Вот, я перевожу результаты обработки в новый аудиофайл, и это будет видно потом. Некоторые сэмплы оказались смещенными по фазе, относительно оригинала, в ту или иную сторону. Поэтому лучше применить SoundShift к одному из сэмплов, экспортируя его в новый аудиофайл. Конечно, изменить высоту тона сэмпла можно любыми способами. Те из вас, которые работают с ударными с помощью миди, используя сэмплер, могут изменить высоту тона специальной функции сэмплера. Однако, всегда после такой операции проверяйте, не сместился ли сэмпл со своего оригинального положения, переводя миди в аудио. Нам остается передвинуть начало волновой формы бочки ровно к сетке. К этому нужно отнестись очень серьезно, чтобы не удалить лишнее. Вот, казалось бы, незначительный маленький штрих. А если убрать его, бочка станет глухой, потеряя свою атаку. Правильно настроив расположение одного сэмпла, остается только размножить его, заменив аудиодорожку старой бочки на новую. Верну старую аудиодорожку на свое место, чтобы в дальнейшем сравнить ее с новой. А пока послушаем, как звучит новая бочка в сочетании с остальными инструментами. Теперь подошло время послушать старую бочку. А теперь переходим непосредственно к обработкам. Послушаем, как звучит микс, еще не прошедший через процесс мастеринга. А вот здесь важна каждая мелочь. Бочка, кроме обработок непосредственно на канале с аудиодорожкой, обретает свое конечное звучание, пройдя через обработку в группе ударных, на параллельной шине, а также на мастер-канале. Вот как звучит бочка без обработок на канале с самой аудиодорожкой. А Note 7 А НИР finа На группе ударных работает эквалайзер, имитирующий классический pull-tag. Это Buick-tag от Waves. А параллельный сигнал обрабатывает компрессор Tube-tag CL-1B от SoftTube. Те из вас, кто не знаком с параллельной обработкой, могут посмотреть это в одном из обучающих видеокурсов. В первую очередь на бочку воздействует обыкновенный эквалайзер. Это является наиболее важной обработкой нашей бочки. До, после. Секрет состоит в понижении уровня некоторых частот, которые по эстетическим причинам являются здесь лишними, а также мешают другим инструментам проявить себя, маскируя полезные, опять же, по эстетическим причинам, частоты. Помните, что сведение является творческим процессом. Самым лучшим вариантом сведения будет являться тот вариант, который лучше всего передает эмоции композиции, одинаково впечатляет как в студийных условиях прослушивания, так и в бытовых. В данном случае, на мой вкус, вот эти две области оказались лишними. Первая является причиной бубнящего призвука бочки. С небольшим вырезом в этой области частот бочка звучит мягче. А вторая создает не совсем приятный щелчок. Если опустить эту область, то бочка зазвучит еще мягче и приятнее. Еще мне захотелось прибавить немного низких частот. Так, бочка, на мой взгляд, звучит слегка богаче и объемнее. Важной областью частот для бочки является верхняя середина. Она отвечает за щелчок и, следовательно, за читаемость бочки в миксе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На втором эквалайзере приподняты высокие частоты. Еще слегка средние и низкие. Это плагин от SoftTube, входящий в пакет Passive Active. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Без него бочка звучит чересчур округло, а с ним она приобретает более острый характер звучания, отчетливый, пробивной. Компрессор настраивается очень просто. Важно во время настройки проверять варианты до и после на одинаковой громкости. И да, нет никакой разницы, какими средствами и плагинами пользоваться и в какой программе работать. Держа в мыслях желаемый результат, можно добиться его любыми средствами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На группе ударных работает Puig Tag со следующими настройками. Повышающий уровень низких и высоких частот. Послушаем, какое воздействие он оказывает на все ударные. Постараемся сравнить разницу вариантов до и после на одинаковой громкости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...